Музыка 2023 начался в Украине с ночных ракетных обстрелов и запуска Россией иранских дронов по мирным городам и объектам критической инфраструктуры страны. В результате практически все воздушные цели были ликвидированы украинской системой ПВО. ВСУ же со своей стороны ответило высокоточным попаданием по зданию ПТУ в Макеевке, где по разным данным располагалось до 600 российских мобилизованных солдат. В результате попадания и детонации БК, когда расцвело, стало ясно, что от строения ничего не осталось, как и от солдат, что там находились. Этот случай сразу же начали завирать кремлевская пропаганда и Министерство обороны Российской Федерации. Были сообщения вплоть до таких, что у солдат были отобраны телефоны, занесены в помещение и там активированы, что якобы в ПТУ не было солдат. В это мало кто поверил, поэтому, как обычно, начали значительно приуменьшать число потерь, как то было с крейсером Москва. Ну вот только кусок, блин. Все, училища нет вообще силуэта, блин. Вот один угол вон торчит, и все. 3 января российские войска обстреляли Дружковку в Донецкой области, после чего кремлевская пропаганда начала рапортовать об уничтожении сотни украинских военных в ответ на убитых в Макеевском ПТУ мобиков. На самом же деле, удар пришелся по ледовой арене, где не находились люди, что отчетливо видно на кадрах с места прилета. На кремлевской пропаганде, главное сказать, замылить тему. О какой уровне лжи при этом скармливается россиянам, это говорящие головы не интересуют, как их не интересует жизнь россиян в целом. Ой, Господи, 21 век, скорая. Вот так, не можем попасть в больницу. 5 января порадовала всех украинцев новостями. Вслед за сообщениями среды о передаче Франции и Украине БТР «Бастион» и легких колесных танков АМХ-10РС, в четверг информационное пространство сбудоражила уже Германия, которая ранее оказалась в палафстазис и готова была лишь высказывать свое глубочайшее возмущение российскими действиями в Украине. Так вечером стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц решился на передачу Украине военной техники вслед за французами. Помимо бронемашин, Германия присоединится к США и передаст Киеву одну батарею комплекса противовоздушной обороны «Патриот». Хотя, как все мы помним, еще месяц назад официальный Берлин заявлял, что не будет передавать Украине ни системы «Патриот», ни тем более бронированную технику. Такие тектонические сдвиги произошли благодаря кропотливой и регулярной дипломатической работе. Естественно, от заявления и до передачи пройдет еще некоторое время, но оно куда короче, чем может показаться на первый взгляд, где такие заявления делают, когда уже все решено, а в случае с войной, когда уже персонал для работы с техникой либо уже завершил свое обучение, либо же находится на финальной стадии. 6 декабря США поставило точку в отмене негласных запретов на передачу Украине западной бронетехники. К франко-немецкому пакету БМП и БТР будут добавлены еще знаменитые американские истребители танков БМП «Брэдли». Британия, в свою очередь, уже и вовсе заявила о возможных поставках Украине западных танков, что говорит о том, что переговоры на финальной стадии. А при учете того, что в Британии и в других странах Европы, в частности Германии, регулярно проходят подготовку украинские военные, можно предположить, что они уже обучаются на технике, о передаче которой еще не огласили. Все чаще и громче в эфирах федеральных каналов начали обговаривать тему смерти. Дошло уже до того, что ее чуть ли не боготворят и возводят ей храм в прямом эфире, призывая от россиян готовиться к смерти, и причем к массовой. Но вообще жизнь сильно переоценена. К какой смысл? Этой телепропаганде не уступает и РПЦ ФСБ, которая все больше начинает напоминать секту Белое Братство или лагеря гиловцев, нежели православную христианскую религию. Дошло уже до того, что восьмиклассников из Волгограда заставили пройти обязательное тестирование под названием «Отношение молодежи к духовной безопасности», которое состоит из 56 вопросов, среди которых есть такие как «Как вы относитесь к СФО? Зачем умирать за родину? Чем очищаются грехи? И хотите ли вы после смерти попасть в рай?» Таким образом, у школьников формируют мировоззрение будущих российских шахидов с крестиком на груди и Путином на плече. «Потому что воинская смерть лучше всех смертей. Это лучшая смерть из смертей. Люди умирают, как свиньи захлебываются блевотиной, скажу я вам. Еле-еле, пили-пили, перепили, под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись. Вот тебе и смерть». Продолжает вестись подготовка к новой волне мобилизации в России. В Краснодаре типография получила срочный заказ на печать 5000 мобилизационных бланков. А тем временем в сети уже начинают появляться видео и фото уже новых январских заполненных повесток. Как многие предсказывали, сразу после новогодних праздников, пока мужики еще не протрезвели и не поняли в какой они реальности находятся, их под белые рученьки будут отправлять в военкоматы, а там дали на удобрение украинских черноземов и корм украинских раков. Ведь только один прилет ракеты «Хаймарса» по скоплению живой силы, как то было в Макеевке, навсегда выводит из строя до 600 человек, а такие прилеты случаются регулярно. Только лишь о Макеевском стало известно широкой публике, и тут же Министерство обороны Российской Федерации пришлось признать потери и тут же засекретить их количество. А о скольких подобных прилетах неизвестно, а сколько погибло в полях. Украинская сторона сообщает только о 110 тысячах погибших россиян без учета раненых. Сколько же их на самом деле, вопрос остается открытым. Именно поэтому в ближайшие дни начнется новая волна мобилизации в России. Первые пригожинские зэки покинули ЧВК Вагнер и отправились на гражданку в Российскую Федерацию. Вчерашние убийцы и насильники, грабители и наркоманы, большинство из которых рецидивисты, после того, как вкусили безнаказанности и вседозволенности, возвращаются в обычные российские города, будто Уфа или Москва, Питер или Сургут, к людям, которые оружие никогда в глаза не видели. И тут они столкнутся на своих улицах, в своих подъездах и парадных с теми, кто привык убивать и упиваться насилием. И не важно, убьют бывшие вагнеровцы по пьяни собутыльника, изнасилуют школьницу или вырежут семью в ее собственном доме. У этих дембелей Пригожина есть право на преступление, ведь после их совершения они поедут не на зону, а прямиком в ЧВК Вагнер и так по кругу, пока украинцы их не уничтожат. А Пригожин и дальше будет строить из себя отца рабочих и крестьян, зэков и убийц, нищих и маргиналов. И дальше будет выстраивать свое политическое будущее, готовясь к открытой борьбе за российский престол после скорого смещения Путина. Продолжение следует...